Как поддерживать связь с настоящим в присутствии другого человека? Мой вопрос такой. Как поддерживать связь с настоящим в присутствии другого человека? Как вносить в общение настоящее? Дело не из легких. Когда начинается разговор, два ума встречаются, возбуждая друг друга. Возникает двунаправленный поток мыслей. Мгновение назад вы чувствовали себя в настоящем, но вот кто-то начал рассказывать о своих делах. Оба участника общения быстро теряют внутреннее пространство. Остаются только слова. Ментальная вербализация. Поток мышления, превращающийся в звуки. Этот процесс захватывает обоих. Он обладает собственной движущей силой. Поток мыслей, как некое образование, не желающее своего прекращения. Появляются эмоции, которые только усиливают его. Особенно, когда вас критикуют или когда вы осуждаете кого-то за то, что тот сделал или не сделал, вам или другим. Когда вы критикуете другого, ваше эго набирается сил. Вы вырастаете в собственных глазах. Поскольку, принижая другого, иллюзорное образование по имени эго чувствует себя богаче, получает приток энергии. Эмоции распаляются, мысли разрастаются, внутреннее пространство сокращается. Чтобы восстановить внутреннее пространство, не прерывая разговоры, Во-первых, следует осознать, что вы его потеряли. Без этого любые советы бесполезны. Если вы не замечаете, что захвачены потоком мыслей, ничего сделать нельзя. Простее мы бы они не знают, что делают. Вы бессознательны. Вы поток мыслей. И как таковой не хотите останавливаться. Поскольку вы не желаете себе прекращения своего существования. Каждая новая форма образования хочет продолжать пребывать в форме. И чем дольше, тем лучше. Если вы стали потоком мыслей, если идентифицировались с ним, ничего нельзя сделать. Но если в процессе разговора вы осознали, хотя бы вскользь, что потеряли пространство, У вас появляется выбор. Вы можете вновь внести пространство в поток мыслей. Но как это сделать? Поток мыслей идет не только от вас, но и от другого человека на вас тоже. Однако, если возвращается осознанность, которая может продлиться недолго, Две-три секунды и затем исчезнуть. Вам нужно воспользоваться этими двумя-тремя секундами, Осознать потерю пространства и сделать нечто, пока вы получили свободу действовать. Сознательно уведите внимание от думания. Но нужно прикрепить его к чему-то другому. Так сказать, заякорить свое внимание на чем-то, что не является потоком мыслей. Можно выбрать либо дыхание, либо внутреннее тело, Либо восприятие какого-нибудь внешнего объекта. Разговаривая с другим человеком, лучше всего пользоваться дыханием или внутренним телом. Когда вы говорите, особенно когда молчите, удерживайте на них свое внимание. На одном из семинаров мы практиковали восприятие внешнего мира При одновременном удерживании внимания на руках. С рук начинать проще. Поэтому, когда необходимо, почувствуйте жизненность энергетической оболочки своего тела, И вы обнаружите, что перестали думать. Но вы по-прежнему слушаете. Удивительно, что можно слушать, не думая при этом. Так просто, так красиво. Итак, вы слушаете, но часть вашего внимания укоренена в энергетическом поле. Вы увели внимание от мыслей. Не так уж много внимания требуется, чтобы слушать. Достаточно некоторого количества. Остальное в энергетическом поле. Попробуйте сидеть здесь и слушая мои слова. Вы заметите, что осознаете свое энергетическое тело как фон, так сказать. Чувствуете его жизненность в какой-то части тела, возможно, отчетливее. Некоторые лучше чувствуют область груди или удаленной части тела. Если можете чувствовать целиком все тело, прекрасно. Глобальное чувство жизненности на заднем плане. Оно в своем пределе не имеет формы. Своеобразная дверь в бесформенное. Это уже не физическое тело больше. Почувствуйте это, и вы выйдете из потока мыслей. Качество общения тут же изменится. Другой человек не заметит, что произошло, и какое-то время будет вести себя по-прежнему. Возможно, вы замолчите на какое-то время. Важным станет не столько, что вы отвечаете, а как вы отвечаете. Но и содержание ответов поменяется тоже. Вы перестанете вносить свой вклад в негативный характер диалога. Тишина станет составляющей частью ваших слов. Пространство между слов. Все настолько неуловимо, что другой вряд ли заметит. Укоренитесь во внутреннем теле. Пусть оно станет якорем. Вы окажетесь в настоящем, и вы станете настоящим. Если другой скажет что-то вызывающее, и вы потеряете связь, через какое-то время вы осознаете это, и снова восстановите связь с внутренним телом. Практика, практика и еще раз практика. Когда вы в контакте с внутренним телом, вы действительно становитесь пространством. Энергии, берущей начало в неимеющем формы. Становитесь чем-то, что находится на полпути между неимеющим формы и формы. Чьи или энергия жизни, назовите как угодно, суть одна, это мост между неимеющим формы и миром форм. Таким образом, чувствуя мост, вы переходите на сторону бесформенного. И это чудесно. Даже оказаться на середине пути красиво. Разговаривая по телефону, то же самое. Вы слушаете. Другой вас не видит, и вы можете в качестве якоря использовать внешний объект. Ясное восприятие чувством – тоже мощный якорь. Вы говорите по телефону, а рядом красивый цветок. Или вы смотрите через окно в небо. Все что угодно. Даже неодушевленный предмет. Но с природным проще. Солнечный блик на стекле. Что угодно. Что пробуждает сознание, пока вы слушаете. Вы уводите свое внимание от думания. Красота неба. А вы слушаете своего друга. Если это друг. А может быть, некто обвиняет вас, выражая свое недовольство. И это существенный вызов. Чем более бессознателен ваш оппонент, что означает, чем более он идентифицирует себя с потоком мыслей, эмоций и автоматических реакций, тем серьезней вызов. Я замечал, что когда встречал особо бессознательных людей, ментально неуравновешенных, во мне автоматически происходил интенсивный сдвиг восприятия внутрь тела, восстанавливающий тем самым мое присутствие в настоящем. Процесс, не связанный с принятием решения, абсолютно естественный. И человек становился более уравновешенным вскоре после того, как вы повысили свою осознанность. Иногда это было похуже на чудо. Обостренная осознанность способна исцелять. Исцелять глубинным образом и вас, и все, что попадает в ваше поле. Возможно, эффект распространяется наружу, затрагивая тех, кто вас даже не видит. Обостренная осознанность. Чем тяжелее испытание, тем больше присутствия в настоящем. Ситуация, обстоятельства, вызовы жизни, что-либо угрожающее, все это топливо для осознанности. Чем серьезнее вызов, тем интенсивнее осознанность. Но никакого напряжения с вашей стороны. Потому что настоящее не есть усилие. Настоящее высокой энергии. Предположим, вы выходите из зала и неожиданно сталкиваетесь с экстремальным событием. Уничтожен весь город. У вас есть еще несколько секунд, перед тем, как ваше тело тоже будет разрушено. Ничто больше не имеет значения. Когда вы достигаете определенного уровня осознанности, вызов усиливает ее. До этого уровня вызов приводит к сужению сознания. Вы скатываетесь на уровень бессознательных реакций. Своеобразный порог. Когда человек достигает его, любой вызов будет работать на усиление осознанности. Но до этого порога сложные ситуации будут запускать бессознательные реакции. И вы будете утрачивать осознанность. Таким образом, вызов может как отобрать присутствие в настоящем, так и интенсифицировать его. В области близкой к порогу у вас есть выбор. Идти ли вверх или позволить себе скатиться вниз. Присутствие в настоящем действует не только на вас самих. Оно оказывает влияние и на то, что происходит вокруг. Ни реакция не означает отказ от действий, которые от вас требуют угрожающая ситуация. Речь идет о преодолении автоматической внутренней реакции против чего-либо. В ее отсутствии ситуация очень скоро меняется. Потому что слепое против интенсифицирует происходящее, нередко только ухудшая положение. Бывает, что реакции страшнее самого события. Порой диву даешься, маленький пустяк, а в ответ реагирование абсолютно непропорциональное начальному событию. Часто путают мне реакцию с воздвиганием барьера между собой и другим человеком или ситуацией. Некто решает для себя «Я больше не реагирую на этого человека или на эту ситуацию. Я не дам вам меня спровоцировать. Ничто не может меня задеть». И это не есть растворение, которое есть подлинное настоящее. Пребывание в настоящем можно сравнить с тем, как если бы вы вдруг стали прозрачным, вместо того, чтобы вцепиться и драться с противником. Предположим, некто собирается наехать на вас, образно говоря. Вместо того, чтобы напрячься и стать стеной, позвольте ему как бы пройти сквозь вас. Либо мягко шагните в сторону, уступая дорогу. Не раскачивайте бессознательные факторы ситуации. Не подпитывайте их вашей автоматической реакцией. Очень мощный прием. Карма аккумулирует бессознательное реагирование, шаблоны поведения, эмоциональные и ментальные стереотипы. Люди думают, что карма это то, что случается с ними. В некотором роде это верно. Но по большей части карма это ваши реакции на происходящее. Ваши реакции на то, что сейчас определяют, что произойдет далее. Незначительное событие с точки зрения одного человека в другом запускает неуправляемую реакцию, задевает его карму. Например, некто чувствует себя несчастным в ситуации, в которой другой просто скажет «Ну и ладно». Иногда люди сердятся на меня. Обычно, когда я что-либо не делаю. Вы не ответили на мое письмо. «Я вам писал три раза, а вы…» Человек чувствует себя по-настоящему задетым. Урастает целая история. Меня не уважают, на меня не обращают внимания. История, которая должна другого сделать виноватого. Адресат не знает, что ежедневно ко мне приходят тысячи писем. Он все принимает на свой счет, персонализирует ситуацию. это вполне естественно. Другой человек скажет, «Я вам писал, но вы не ответили. Да это и не важно. Я сам вскоре нашел ответ на свой вопрос. Спасибо». Ничего не случилось. А некто может почувствовать себя униженным. Ему не ответили. Когда вышла в свет моя книга «Сила настоящего», мне посоветовали послать несколько экземпляров известным людям, чтобы те прочитали и сказали что-нибудь хорошее. Я так и сделал. Отправил по почте Опре Мариаму Уильямсон и другим. В ответ тишина. Ну и что? У меня не было кармы. Я не почувствовал себя оскорбленным из-за того, что мне не ответили. Я не мучился догадками, почему мне не ответили. Я то знаю почему. Ежедневно они получают тысячи и тысячи рукописей с одной и той же просьбой «Не могли бы вы написать что-нибудь о моем сочинении?» Конечно же они даже не взглянули на мою отзывы, когда это было уже не нужно. Я получил прелестное письмо от Мария Мойн Ремсен, где она сожалела, что была тогда так закручена в делах, что не заметила мои книги и прочее и прочее. Прошел год, но все равно приятно. Таким образом реакция принятия всего на свой счет порождает много страдания из незначительного события. Само происшествие взаурядное, но страдание вырастает из нашего реагирования на ситуацию. Это карма. Она определяет, каким вы воспримете следующий момент и так далее. Свобода от реакции есть свобода от кармы. И это настоящее. Оно постепенно обесточивает карму, растворяет накопленные стереотипы поведения. Когда вы разговариваете с кем-либо на повышенных тонах, обвиняете, что тот сделал что-то не так, или жалуетесь на кого-то другого, все это форма эго и бессознательности. Или если вы чувствуете, что кто-то оставил в вашей жизни неприятный след, у вас работает карма. Она препятствует окончательному пробуждению. Вопрос может ли эго отказаться от самого себя? Часто я говорю об эго как о своего рода объекте. Фактически оно им не является, хотя ведет себя так, как если бы оно было неким реальным существом, захватившим власть над вами. На самом деле эго – это особым образом организованная деятельность ума. Вернее, эго есть дисфункция деятельности ума, проявляющаяся в том, что человек отождествляет себя со своими мыслями. Дисфункция не может положить конец собственной дисфункции. Она может только раствориться, когда возникнет осознанность. Сознание не является мыслью, оно ей предшествует. В какой-то момент вы понимаете, что вы есть сознание, не важно, что он говорит при этом. Мысль больше не подпитывается чувством «я». Вы перестаете идентифицировать себя с приходящими мыслями и наступает конец эго. Если вернуться к вашему вопросу, эго не может прекратить само себя, но в свете осознанности оно растворяется. Это происходит добровольно? Добровольно в том смысле, что является средствием процесса эволюции. Очередной шаг человечества в своем развитии. Когда-то появление эго тоже было великим достижением. Теперь оно изжило свой потенциал полезности. Мы многому научились благодаря ему. Нужно идти дальше. Критическое состояние. Переход от одного уровня сознания к другому всегда критическое состояние. Эго должно раствориться. гусеница изжила полезность своего существования как гусеница. Какое-то время она чувствовала себя превосходно, ползая по деревьям и питаясь листьями. Теперь на дереве их не осталось. Настало время, чтобы гусеница превратилась в нечто невероятное. Это маленькое существо не понимает, что с ним происходит. Оно даже не может сказать, я должна превратиться в бабочку. Оно лишь замечает, что ползать становится все труднее и труднее. Гусеница ищет листья. На ее дереве все съедены и вокруг тоже ничего нет. Если она не превратится в бабочку, она умрет. Нечто подобное с человечеством. Необходим переход на новый эволюционный уровень. Перебывание на семинаре часть такого превращения. Бабочка рождается прямо здесь. Гусеница еще полностью не преодолена. Это переход на период. Вы по себе можете заметить, что порой ведете себя как гусеница, а порой как бабочка. На что направлять свое усилие? настоящее. Осознанность. Не отреагирование, а ответ. Встроенность в один ряд с настоящим. об универсальной дисфункции человека. если вы замечаете в себе нетерпение, это беспокойство ума, стремящегося убежать из текущего момента времени. Именно так обычно он и ведет себя. Многие здесь присутствующих практикуют различные техники медитации. Я предлагаю медитацию, не имеющую никакой техники. Практику целостного присутствия в настоящем. У нас выработалась привычка мысленно сбегать из настоящего. Понаблюдайте. Вы заметите, что наше обычное состояние сознания быть в оппозиции к настоящему. То есть всегда стремление убежать из него в будущее, рассматриваемое как нечто более важное. В основе нашей повседневной жизни лежит желание оказаться в следующем моменте. Это вполне нормально. Мне не нужно достигнутое. Я хочу следующее. Так в пределах одного дня. Но и в глобальном масштабе наступит день не произойдет нечто. Я буду счастлив. Жизнь станет наполненной. Я найду идеального партнера, более удобное место жительства. Доходы мои вырастут, достигнут того-то и того-то, стану более совершенным и прочее. Все стремятся вовне и превращают этот бесценный момент настоящего, то, что есть, момент сейчас. Кроме него ничего реально не существует. Сейчас и есть жизнь. Превращают его в средство для достижения чего-то другого. Вы не изводите единственную реальность вашей жизни, настоящая, к средству достижения чего-то другого, находящегося в так никогда не наступающем будущем. Я никогда не встречал будущее. Полагаю, вы тоже. Потому что оно не существует. И это наша ментальная проекция. Когда оно наступает, это сейчас. Если вы не умеете уважать настоящее, принимать его, дружить с ним, вы постоянно упускаете единственную вещь, имеющую значение. Вы подходите к концу жизни, чувствуете пустоту и спрашиваете, а жил ли я? Я всегда стремился куда-то еще. Мой отец однажды сказал мне, в тот день ему исполнилось 80 лет, у меня такое чувство, что жизнь еще не начиналась. В 80 лет вы, как и раньше, смотрите в будущее. Или наоборот, в зрелом возрасте люди по преимуществу обращены в прошлое, поскольку у них практически не осталось будущего. Но они по-прежнему не в настоящем, по-прежнему не уважают сейчас. Итак, медитация, не использующая никакую технику. Все внимание целиком в настоящем. Специально разработанная техника могла бы показаться полезной, но она бы только отбросила назад, как и любая другая техника медитации. Все они так или иначе становятся средством для достижения чего-то в будущем. Люди сидят, медитируют, но старый ум говорит, «Я собираюсь достичь нечто посредством медитации». Мысль движется более неуловимо, чем в повседневной жизни, но по-прежнему беспокоится, по-прежнему в желании получить нечто более совершенное. Если я буду медитировать год или два, я достигну покоя или стану просветленным. все то же средство для достижения. Старый ум никуда не делся. В духовной жизни принято стремиться к более высокой степени совершенства. Знакомое желание старого ума, пренебрегающего настоящим. Войдите целиком в сейчас. В оставшейся части беседы я хотел бы, чтобы вы не только удерживали внимание на словах, но и поддерживали связь с энергетическим полем вашего тела, чувствовали неуловимую жизнь в каждой его клеточке. Одновременно чувствуйте и слушайте. Сама жизнь одухотворенная настоящая. невидимая энергия, дающая жизнь всему телу. Установите с ней связь и чувствуйте ее. В результате ума тратит инерцию, перестанет уводить вас из настоящего, потому что вы забрали внимание от думания и поместили его в тело. Вы воспринимаете мир без экрана ума, без ярлыков и суждений, без концептуальных определений. Вы воспринимаете настоящий момент напрямую, без ментальных комментариев. удерживание внимания на энергетическом поле тела я называю якорем, помогающим оставаться в настоящем. Необычайная разумность, присуща каждой клеточке тела, более обширная, чем разумность ума. Если бы вы могли целиком контролировать свое тело, то умерли бы через одну-две секунды, поскольку он не в состоянии координировать между собой все функции тела, не может управлять работой каждого органа, каждой клетки. Невероятные задачи. Разумность, наполняющая каждую клетку, та же самая разумность, что управляет универсумом, галактиками. Единая разумность, то, что вы ощущаете, как физическое тело, в своей глубине нечто большее, чем могут воспринять обычные органы чувств. Физическое тело рождается и умирает. Даже это прекрасно. Разумность, заключенная в теле, значительно больше, чем он может себе представить. Тысячи лет мы будем изучать и изучать, как работает наше тело, и не достигнем дна. Такова безграниченность его разумности. Удерживать часть внимания на физическом теле нетрудно. Ум скажет, это слишком просто, мне бы какую-нибудь практику посложнее. почувствуйте свое внутреннее бытие. Это способ восстановления связи с необъятной разумностью. При этом исчезает зависимость от ограниченного ума, который накапливает и накапливает знания. Взаимодействие с людьми и ситуациями перестает обославливаться умом. Реакции из прошлого еще долго будут давать о себе знать. Старые образцы поведения снова и снова будут влиять на ваше поведение. Многие люди целиком в их ловушке, потому что живут ограниченным умом. Умом обусловленном прошлом. Связь с внутренним телом способ освободить себя от доминирования ума, от его ограниченности. По сути, вы освобождаетесь от прошлого и осознаете, что нельзя получить подлинные чувства себя из прошлого. Истинное бытие, истинное я можно почувствовать, сфокусировавшись на настоящем. Ваше бытие сейчас, под умом, под движением эмоций, под волнами поверхности бытия, длящими и длящими ментальной движения. под всем этим резервуар тишины, под этим шумом за умом. Озеро тишины внутри вас. Глубинная жизненность заключена в тишине. Каждый внутри себя несет озеро тишины. Многие этого не знают, потому что оно замаскировано под постоянной активностью ума. Нет доступа к этому измерению, но оно ждет вас. Я здесь. Однако вы не осознаете этого. Вход туда через установление связи с тишиной, которой есть вы. Тишина, из которой все возникает. Все рождается из этой тишины. все формы жизни выходят из этого состояния тишины и возвращаются обратно. Так было и так будет. Это измерение находится внутри вас. Это то, о чем говорят все духовные учения. Царствие небесное здесь и сейчас в вас, а не где-то в будущем. но религиозные люди всегда помещают Царствие Небесное в будущее. Буддисты говорят, наступит день, и мы станем просветленными. Христиане, однажды мы войдем в Царствие Небесное. Иисус говорит, что Царствие Небесное здесь и сейчас. Но это слишком просто, чтобы быть по-настоящему понятым умом. Поэтому он создает будущее, ложно интерпретирует чудесные учения и делает из них нечто, к чему можно стремиться. А все уже здесь. Но потеряна связь с тишиной. Тишина одно из слов для обозначения не имеющего формы. В этой тишине таинство, глубинная жизненность. Все созидательное, все новое исходит оттуда. Каждый творческий человек знает, что перед созиданием наступает момент тишины. Все выходящее из нее новое. У некоторых художников не получается. Они пытаются изобретать с помощью ума и называют это творчеством. Арт-галереи переполнены подобными творениями. Ум пытается быть созидательным, но в самом уме нет ничего созидающего, поскольку в своей основе он хранилище информации, хорошее средство для анализа, для решения практических вопросов, но в уме нет творческости. ум придает форму жизненному импульсу, исходящему из тишины, но в нем самом никакой созидательности. Подлинный артист пребывает в тишине, ждет, какую форму примет зарождающийся творческий импульс. Но прекратив работу над произведением, многие утрачивают это состояние и возвращаются в прежнее состояние идентификации с умом. Секрет в том, что вся ваша жизнь может стать непрерывной подключенностью к тишине. Вход туда через чувствование энергетического поля тела. Эта тишина безграничная разумность. Разумность до того, как она обретает какую-либо форму. До того, как возникает как предмет, как мысль, как универсум. Итак, почувствуйте энергетическое поле тела. Затем продолжайте смотреть вокруг, взаимодействуйте с окружающим, а в фоне постоянно мир, тишина. Не важно, что при этом происходит. Вы отвечаете на ситуацию из этой тишины. Нет необходимости заранее готовиться, как поступить, поскольку действие само обретает свою форму в настоящем моменте. Что требует момент настоящего, то и появляется из тишины. поэтому в повседневной жизни старайтесь поддерживать непрерывную связь с настоящим. Я называю это внесением пробела в поток мыслей, поскольку люди обычно идентифицированы со своим потоком мыслей. В непрерывном шуме невозможно почувствовать тишину. Случайным образом повседневная жизнь иногда вносит промежутки в поток мыслей. Достаточно обратить внимание на энергетическое тело. Полминуты и почувствуйте его. Когда слушаете кого-нибудь, слушайте всем существом, а не только головой. Почувствуйте каждую клеточку тела, и ваше целостное существо начнет присутствовать здесь. Это и есть состояние присутствия в настоящем. Полное пребывание здесь и сейчас. Вы целиком здесь. Если вы теряете измерение тишины, начинает доминировать ум. Постоянная умственная требуха, нервозность во взаимоотношениях. Затем возникают конфликты, драмы. По этой причине многие отношения распадаются, так как у них нет фундамента, нет простого позволения партнеру быть, нет давания ему пространства. Станьте тихими и признайте бытие другого посредством приятия своего собственного бытия, то есть дав сначала пространство самому себе. Сначала свое бытие, затем бытие другого. Сядьте напротив друг друга, посмотрите в глаза, почувствуйте свое целостное энергетическое поле и посредством этого установите связь с бытием другого, поскольку на глубинном уровне мы едины. Пять минут в день преобразят отношения. Сколько минут в день это делать неважно. Кажется невозможным, но энергия необычайно мощна. Пяти минут пребывания в бытии и не в уме достаточно. Подобное состояние хорошо знакомо детям с самого рождения, но быстро утрачивается, потому что они смотрят ТВ, играют в видео игры, их родители сами тотально идентифицированы с умом, целиком живут у себя в голове. Дети становятся беспокойными, дозориентированными, неудовлетворенными. Нужно действовать, в жизни нужно действовать, стимулы, нужно больше стимулов. Кончаются стимулы, к примеру недоступно ТВ, возникает недовлетворенность, а все от того, что в жизни начинает доминировать ум. Родители постоянно заняты. Красота настоящего момента не почитается, не признается красота бытия ребенка. Дети вырастают в такой среде. Затем мы удивляемся, почему они оказываются в тупике. Детям нравится, когда их знакомят с бытием, когда вы несколько минут смотрите друг на друга. Поначалу кажется странным, непривычным, но они быстро осваиваются. Внесите измерений бытия в поток постоянного делания, делания, делания. Я не призываю превращаться в пассивного созерцателя. Продолжайте делать, что делали, но и состояние тишины и внутреннего покоя. Они сами начнут перетекать в то, что вы делаете. ходите по магазинам, мойте посуду, чувствуйте энергетическое поле и не превращайте настоящий момент в средство для достижения чего-то следующего. Вы целиком здесь. Наполняйте покоем все, что вы делаете. Освободитесь из ловушки сумасшедшей машины, порождающей шум в голове. Она никогда не останавливается. Быть в ней и хуже того верить, что этот постоянный ментальный шум и есть вы – ужасное занижение себя. Вы гораздо большее. Это всего лишь шум. Идентифицироваться с каждой мыслью, беспокоиться, принимать за себя этот поток мыслей. Когда просыпаетесь среди ночи и начинаете волноваться о предстоящем, вы теряете себя в потоке мыслей. Буддисты говорят, каждое мгновение вы реинкарнируете в новый мыслительный поток, что означает, он дает вам ощущение себя, поскольку вы делаете себя с ним единым. В этом заключается глубинный смысл понятия реинкарнации. Каждую минуту новая мысль, новая форма самоидентификации. Прекращение реинкарнации, то, к чему так стремятся буддисты, это перестать идентифицировать себя с ментальным шумом, не позволяя чувству себя уноситься потоком мыслей. Сохраняйте свое присутствие в бытии. Позволяйте шуму быть тоже. Тогда он перестанет быть навязчивым. Качество, которое он обретает, когда вы целиком идентифицируете себя с потоком мыслей. Вы выходите из ума в бытие. Великое чудо трансформации. Выйти из зной из машины ума, о которой вы думаете, что это вы. Когда вы просыпаетесь среди ночи в беспокойстве, знайте, что это ум проектирует будущее, которое так никогда и не наступит. А в промежутке между настоящим и будущим непременно рождается страх. Этот зазор между будущим и сейчас. Здесь стресс и страх. Здесь формируется чувство «Я, о мой Бог, что надвигается на меня». Когда вы замечаете это, перенесите внимание. Намеренно выйдите из потока мыслей. Почувствуйте энергетическое поле своего тела. Уведите внимание издуманья и поместите его в тело. Вся неприятная ситуация, беспокойство посреди ночи, превратится в нечто необыкновенное. Вы почувствуете свою жизненную энергию. Это прекрасно. Неожиданно наступает тишина. Вы отбрасываете свое «Я», переходите на более глубокий уровень. Тишина всегда ждала быть найденной. Она здесь. Самая дорогая вещь. Сущность всего бытия. И неведение этого самое ужасное состояние. Потерянность и бедность. Неважно имеете ли вы миллион или десять миллионов банки. Вы в бедности. Если вы тратили единое жизненное. Если потеряли связь с тем, кто вы есть за границами ума. Ваше бытие. Когда вы знаете, что находитесь в ловушке ума, появляется возможность сделать шаг наружу. Если возникает беспокойство, негативные мысли, жизненное страдание и боль, используйте их как звонок будильника, говорящий «Привет, ты утратил связь с настоящим, ты ушел от своего бытия, ты проецируешь себя вовне». Я не говорю о практическом аспекте будущем. Можно назначить встречу с кем-нибудь через неделю, можно составить список предстоящих дел. Мы говорим о непрерывной ментальной устремленности из настоящего. Ментальное кино, показываемое нам из некой воображаемой точки, из будущего. Возникает страх, используйте его как сигнал, говорящий «Проснись, будь в настоящем». И тут же ваше внимание возвращается в настоящий. груз прошлого и будущего, тяжесть личной истории, жизнь проблема, кругом проблемы, ваша самоидентификация в формулировках проблем. И это нормально, и это безумие, ваша самоидентификация с проблемами. Религиозные мои проблемы дают мне мою самоидентификацию. Это я. Вы можете пойти к психологу и обсуждать фиктивное я, состоящее из проблем. Фиктивное я целиком основано на деятельности ума. Моё прошлое. Продумывание, что случилось со мной. Будущее. Может быть, всё образуется. Страх, что может быть, и не образуется. Я плохой. Неудачник в жизни. Всё это в пределе не имеет ничего общего с тем, кто вы есть. Потому что кто вы есть, вы можете найти только в непосредственности настоящего, изъяв своё внимание из потока мыслей. Неожиданно вся масса проблем уходит, когда вы покидаете прошлое и будущее. Я не призываю к безответственности. Продолжайте делать всё, что вы делали. Но 80 или 90 процентов мышления поселились в проблемах и никакого решения. Бессмысленная фабрика фильмов, с которыми вы идентифицируетесь. Отбросьте их. И неожиданно какие проблемы в настоящем? Их нет. Возможно, зубная боль, болезнь. Они часть настоящего, которое вы принимаете. Странным образом люди переживают исцеление, когда переходят в состояние тотального приятия, что означает мир с настоящим моментом. Случаются невероятные исцеления. Не борьба с болезнью, а приятие и мир с настоящим. Как могут возникать проблемы, если внимание в настоящем? Предпринимать действия можно только в настоящем. Если ничего сделать нельзя, тоже хорошо. Вы безоговорочно принимаете настоящее. Вы начинаете осознавать, что делатель проблем – ментальная фикция, груз персоны. Я, которая в своем пределе, нереальна. Возможно, какой-то части в вас, умом сконструированному я, не нравится, что я говорю. Она чувствует, что приближается ее конец. Бывали случаи, люди покидали аудиторию, когда я говорил, что в пределе, в сейчас нет проблем. В настоящем не может их быть. Некоторые не могли этого перенести. Так как бросался вызов их самоотождествления. Я в течение 30 лет инвестировал мои проблемы в свою идентификацию, а этот человек говорит, что все нереально. Существует иной способ найти более глубокое истинное чувство себя. В своем бытии. Умом сконструированное я связано с прошлым или будущим. Постоянно движется от одного полюса к другому. А за всем тишина, глубокий покой. Рождается радость. Радость бытия, которая не зависит один доллар в банке или десять миллионов. Она не зависит от успехов или неудач, от того, что произошло или не произошло в жизни. Вы свободны от мира. И это имел в виду Христос, когда говорил «Я преодолел мир». Это состояние, когда вы свободны от внешних обстоятельств. Ваше внутреннее состояние за границами того, что произошло или не произошло. Я называю это «Моя жизненная ситуация». Что-то произошло, что-то нет, хорошее, плохое. Жизненная ситуация разворачивается во времени, прошлое, будущее. Но есть нечто более фундаментальное. Моя жизнь. Сама жизнь в настоящем. Это единственное место, где мы можем встретиться с ней. Вибрация жизни, бытие в данный момент, тишина. Безграничные потенции к созиданию заключены в жизни в этой тишине. Жизнь. Ни прошлого, ни будущего. Это означает, что исчезает потребность в будущем, как в средстве для вашей самореализации. Самореализация есть настоящее, глубинное самосуществление вашего бытия. Будущее в образе прекрасных событий будет входить в вашу жизнь. Вы скажете «Спасибо, это чудесно». Затем волна приятного отхлынет. Окей, пусть будет так, все нормально. Мне не требуется наполнение. Все лишь дар. Все приходит и уходит. Вы не нуждаетесь в будущем для своего спасения. В конце концов, ведь каждый надеется обрести спасение. Будь то грабитель банка или практикующий медитацию, оба ищут самоосуществление в будущем. Один думает «Ограблю банк, возьму деньги, и все в моей жизни будет хорошо. Наконец-то найду самого себя. Наступит полнота жизни». Практикующий медитацию во многом похож. Он будет практиковать в течение нескольких лет и достигну благополучия. Это говорит ум. Поток мыслей. Выйдите из потока мыслей, установите связь с энергетическим полем тела. Это проход к тишине. Все просто. Причина, по которой так мало людей знают об этом, в том, что это слишком просто. Ум превратился в сложную механическую машину. Простота истины о том, кто ей есть, ускользает от него. Он хорошо справляется со сложносоставными объектами. Ум говорит «Жить в настоящем – ой, это невероятно трудно». Но это так просто. Как раз противоположное – ужасно тяжелый способ жить. Легкость входит в вашу жизнь. Легкость, которой не было прежде. Все течет с легкостью. Груз персона с ее деланием проблем, с ее прошлым и будущим больше не здесь. Проступает бытие за персоной. Радостно. Бытие за именами и формами, за вашим именем и за физическими формами вашего тела. То, что проступает безвременно. Чем крепче ваша связь с этим, тем яснее вы осознаете, что даже смерть в своем пределе нереальна, потому что бытие вневременно и чувствуется это так отчетливо. Из своего непосредственного опыта вы узнаете, что там нет смерти, ибо там нет времени. В том, что я говорю, нет ничего мистического. Это присуще каждому отрождение, иметь связь с этим состоянием. Уходя отсюда, запомните одно. Изымайте внимание из потока мыслей. Устанавливайте связь с энергетическим полем тела. Подружитесь с настоящим. Примите все, что возникает в нем. Не будьте к нему враждебны, поскольку это сама жизнь. Принимая настоящее таким, каково оно есть, вы уже выходите из потока мыслей, потому что поток мыслей суть сопротивления настоящему. Вы продолжаете действовать, человек не может иначе, он так устроен, но ваши действия становятся частью того, что есть. Таким образом, вы перестаете бороться с существованием. Вот и все. Простота духовной истины, которая на протяжении тысяч лет все еще остается секретом. Спасибо. ПОДПИСМЕНТИНОМ ПОДПИСМЕНТИНОМ ПОДПИСМЕНТИНОМ